Эмиссиона есть рекомендата de Chateau Varteli. Каждому из них остальные семеро будут оценивать. Тот, кто в конце проекта окажется не только самым гостеприимным, но и у кого, по мнению остальных, будет самое лучшее вино, тот и станет победителем. Этот винодел получит главный приз – 5000 евро. Ион Лука – винодел из Молдавии. Арам Мачинян представляет Армению. Торники Чубенидзе занимается производством вина в Грузии. Еще Грузию представляет Аурика Кройтор. А Оксана Ткаченко – винодел из Украины. Второй представитель Молдавии в этом проекте – Калин Апродо. Вазген Хачикян занимается производством вина в Армении. Неподалеку же от Одессы живет украинский винодел Валерий Петров. Битва виноделов началась! Калин Апродо по образованию политолог, а по признанию души – винодел. Он управляющий на винодельне Паяна, которая находится в 40 минутах езды от столицы Молдавии – Кишинева. Эта винодельня – одна из самых фотогеничных в этом проекте, ведь ее здание находится в очень живописном месте. Отсюда открывается просто сказочный вид на виноградники, чья площадь составляет 46 гектаров. Как-то друзья спросили, слушай, а что такого хорошего у вас в Паяне? Я ответил просто, может, и за философские. У нас три элемента. Отличная природа, мы практически благословлены Господом. Шикарное вино и отличная еда. Ну, эти в шуку говорят. Тогда, получается, это четвертый элемент в данном уравнении, потому что ты так шикарно об этом рассказываешь, что мы уже хотим к тебе приехать. Остальные семь виноделов уже собираются к Калину. Дорогие друзья, вчера неплохая вещь случилась. Мы впервые встретились, но уже пили на дороге. Поэтому я хочу извиниться перед вами и начать все заново. С новой страницы. Да, потому что вчера было некультурно пить коньяк с армянским шоколадом. Сегодня уже молдаванский шоколад. Молдавский. 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 Винные критики, которые есть, говорят, что здесь хорошее солнце, там есть хороший виноград. А из пасмурной погоды не получится ни хороший виноград, ни хорошее вино. Я думаю, что сегодня у нас будет солнечный день, солнечная винодельня. Важно, конечно, чтобы все было хорошо. И как любому уважающему себя директору, так же, как и директору винодельни, нужно знать, где стоит щетка и находится пол, который нужно помыть. Директор никогда не должен забывать, с чего начинают все на фабрике. И вообще, если вам кажется, что директором на винодельне это легкая работа, прошу. Так, ладно, я хотел вот здесь немножко протереть. Вино просто попало на пол. Такой он активный, да? Не, наверное. Ну, видно, что он активный, да. Иногда надо показывать пример. Надо быть лидером, да, согласно, надо быть лидером, показывать пример, но при этом не увлекаться. Итак, сегодня все готовятся к большому событию. Оценить не только гостеприимство Калина, но и винное предложение винодельни Паяна. Вот так. По-моему, нормально. Такой наборчик. И, кстати, Паяна не слишком большая, но и не маленькая винодельня. Ее можно назвать средней по молдавским меркам. Вот я ожидаю больше душевности и больших эмоций. Вот если так в целом. Ну, я ожидаю такой бурный вечер друзей. Калин своих конкурентов решил удивить уже с самого начала, собираясь встречать на внедорожнике. У нас сегодня для вас приготовлено несколько сюрпризов, но поскольку мы немножко находимся вне городской среды, я подумал, что неплохо бы вернуться ненадолго в детство, да? Давайте немножко покатаемся и посмотрим округу. Очень симпатичный такой притягивающий хлопец. Я думал, что с ним будет легко общаться в перспективе. И на далекой перспективе. В торнике, слезай, ты что? Садись назад, ты что? Ты ездишь на бампере, еще место шикарное. Я не могла поверить, что мы все из маршрутки, из бусика поместимся в джип. Это было как-то несуразно. То есть у нас даже торник был готов залезть на крышу, для того, чтобы как бы все поместились. То, что грузины – народ горячий, в этом нет ничего удивительного. Но на виноградных полях, да еще и на крыше – ух! Давай, 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 вот я чуть-чуть подвину, еще стружку рюк. Шикарно! Два, три, колено и в роте. Давайте быстрее, как-то. Ну, прикольно, конечно, ехать по виноградникам, но сегодня это было точно не самый счастливый момент последних моих месяцев. Кажется, что те же самые чувства переполняют не только Иона, но и других участников экспедиции. Знаете, как себя чувствуете? Тот человек, который сидит между очень двумя приятными женщинами, это он чувствует себя как пассажир первого класса самолета. В отличие от эконом-класса, который… Тут у нас платкарта на месте. Платкарта, да, да. Да, это было очень прикольно. Ну, как бы у нас были просто VIP-места, то есть как бы у нас был хороший вид, мы все видели, было здорово. Место для запасной подрыжки. Я там сидел с друзьями, нас было там четверо. Не очень-то хорошо, не очень понравилось. Снега не было, катались на глине. Да, да, да. Можно мне ручку подарить? Пакетики найдем у лесника. Если что, оп-оп-оп-оп. И тут нас развернуло. Пронк-хор! Нет, мы сейчас немножко… На самом деле битва вина сделала. Мы чуть-чуть едем, сейчас как трамвай. Битва на жизнь, не на жизнь, а на смерть, да. Ну, ярко выраженное добродушие, ярко хочется ему как бы сделать для нас. Ну, приятное, неожиданное. И вот я думаю, что он вложил душу в этот процесс. Катание проходит примерно минут 10, и надо признаться, что многие уже готовы сделать паузу. Ух! Наконец-то долгожданная остановка, и виноделы оказываются на поле. Все живы. Оставим виноделов дышать свежим воздухом и уделим внимание главному герою – Калина Апроду. Да, кстати, Калин, если можно так выразиться, живет на две страны. Работает он здесь, в Молдавии, а вся его семья живет в соседней Румынии. И передвигается Калин на настоящей румынской машине «Дача». Я даже точно не помню, с какой стороны она блокируется. С этой или с той. Она бежает. Если помахать тряпочкой намоченной в солярку перед ее капотом, то она может поехать из-за этого. То есть вот за это мы ее любим. И конкретно у этой – такой пробег, которому мог бы позавидовать любой путешественник. 565 тысяч. Так долго не живут. Ну вот она, старушка. Кряхтит, пыхтит, но не подводит. На верной даче прибываем в магазин винодельни Паяна в Кишинев. Ну что ж, добро пожаловать. Где Калин знакомит нас с вином, которое было произведено на винодельни Паяна. Я все вина люблю. Для каждого вина есть свое время. То есть, как в том старом немецком стихе. Есть время жить, есть время умирать, есть время радоваться, есть время плакать, есть время говорить стихи, есть время есть, есть время пить, есть время спать, есть время заниматься любовью, есть время для всего в этой жизни, в принципе. Даже для розового вина. И оно занимает, я вам скажу, немаленькое место в моем сердце. Опять же, мы приносим инновационные элементы на рынок в виде, например, закупоривания бутылки не с классической пробкой или с винтовой пробкой, а со стеклянной пробкой. Это винолог. Это, кстати, изобретение немца. Да, стеклянная пробка для вина – такое встретишь нечасто. Что об этом могут сказать наши эксперты? Это как женщина с надувными губами. Это на него посмотреть иногда приятно, но мужчины, которые разбираются в женщинах, я думаю, что они не будут гнаться за теми женщинами, у которых силиконовые губы. Это дорого, это дорогая пробка. Но это красиво. В Германии очень часто используют для вин премиум сегмента. И если уж зашла речь о пробках, то нужно сказать, что Калину и самой винодельне повезло. Ведь владелец, которому она принадлежит, одновременно является и владельцем предприятия, которое занимается производством именно стеклянной тары. А это означает, что для своего вина может выбрать самую эффектную. Производит Республика Молдова, Glass Container Company. Шикарное предприятие, никогда один из гигантов индустрии, передовик в качестве и внедренец последних технологий. От производства стеклотары возвращаемся назад на винодельню Паяна. Здесь же рядом находится и гостиница, где можно отметить самые разные события. Одно из самых популярных – свадьбы. Это самая известная терраса в молдавском инстаграме в этом году. Здесь все хотят делать свадьбы. Все-все-все хотят вот сюда. Декораторы-флористы делают такие большие цветочные арки. Вот так вот. Сюда ставят стулья. Здесь пианино или фортепиано с артистом, который играет. Ну и молодые говорят друг другу «да!» И обмениваются кольцами. Что я, кстати, сделал 12 лет тому назад, моя дорогая. Я тебя люблю и желаю нам еще хотя бы по 6 раз, по 12 лет. 6 по 12 лет – это еще 72 года прекрасного брака. И это несмотря на то, что супруги встречаются раз в месяц на несколько дней в Румынии. Но иногда случается и так, как в этот раз, когда семья сама приезжает в Кишинев. Ну вот эту пуговицу надо, конечно, закрыть, но мы ее не можем. Настя, бери ее к чертовой матери. Бабочка. Элегантно. Слушай, я так намучилась. Ну ты даешь. Намучилась я тебе все ее ставить. А сейчас ты хочешь что-то все снимать. Пойдет за платочек сюда в карман. Да? Ну хорошо. Бабочка – не мое. Определенно. Гаустук – не мое. Да? Квартиру я снимаю в Румынии для семьи, где они сейчас. Ну и как-то получается, что я на птичьих правах у мамы в квартире, но… Когда жена и дети живут в Румынии, Калин останавливается у мамы. Тем не менее, знаете, отец мой ушел из жизни, Царство ему небесное. И да, маме нужно помочь. Он очень был красивым парнем. Гляньте на эти глаза, эти глубокие взгляды. Просто нос был немножко сломан. Он, кстати, совсем неплохо готовит. И его ферменным блюдом является суп-гуляш. Техника безопасности на кухне очень важна. Я, к сожалению, ее не соблюдаю, поэтому не повторяйте этого никогда дома. Наше мясо разморозилось. Вообще, следовало его оставить на разморозку снаружи. Но, поскольку у нас сейчас сжатые сроки, то, что вы видите, это экспресс-кухня. Смотря на то, что как он вином занимается, а вино без еды – это то, что мужчина без женщины или женщина без мужчины. Я думаю, что он умеет готовить. Я понятия не имею. Так, его попробую, послушаю. А моя теща говорит всегда. Аллах беля у солнца зенна. Вот у нас в программе азербайджанцев нет, но они бы поняли. На старо-турецком и айбаузском языке это означает «Да убереги нас, Господь, от неприятностей всех». С семьей Калина мы уже познакомились. Закончилась и экстремальная сафари виноделов. А вот и прекрасная винодельня. Виноделов не удалось уговорить на вторую часть сафари. Поэтому последнюю часть пути решили проделать пешком. Когда увидели белый замок на горе, естественно, ну сразу, когда он сказал, что это наша винодельня, ну понятно, что красиво жить не запретишь. Сам по себе я работаю в качестве исполнительного директора здесь. То есть я, может быть, к технологическому процессу не имею непосредственного участия, но стараюсь во всем способствовать и помочь, и сделать так, чтобы это получилось так, как нужно. И мне тоже самому интересно, поскольку мир виноделья, он безграничный, если честно. Узкий, но безграничный с другой стороны. Да, немножко философии, кстати. После небольшого предисловия – короткая экскурсия по винодельне. Разрешите познакомить вас с Сергеем. Сергей Сувак, наш технолог, опытный молодой специалист, школа, мастерат Португалия, да? И вообще он, я вижу, многообещающий специалист. Будем стараться держать его зубами, так сказать, потому что ценные кадры очень сейчас нужны. Брожение в емкостях по белому и розовому, в емкостях по красному. По 10 емкостей. Здесь у нас 5-тонники, здесь у нас 6-тонники. Контроль температуры. По красным температура поднимается, по белым, по розовым снижается. Для контроля, для, так сказать, ровности, да? Для правильной минеральности, кислотности и так далее. Место, ну, просто уникальное, но им намного труднее, потому что это далеко от дороги. На вкус, на язык вино было приятное. Aftertaste был немножко, скажем так, brutal. Потенциал у вина очень хороший. Ну, оно не кислотное, да? То есть, как бы, вот так, сколько здесь, 5,5? 5,8 имеет кислотность. Очень понравилось, но это, как говорится, что цыпленок виден висе в скорлупе, да, или в яйце, да. И можно сказать, что у них очень хорошие перспективы тех вини, которые мы попробовали. После дегустации Калин приготовил для своих гостей такой сюрприз, которого от него никто не ожидал. Он пригласил из Кишинева преподавателя йоги. Да, вы не ослышались, прямо сейчас у всех гостей будет занятие йогой. И поскольку оно проходит на винодельне, то ее вполне можно назвать винной йогой. В такой стрессовой работе, как в работе винодела, по-моему, йога имеет место. А скажите, а что, разве в душе у винодела и в голове и в сердце нет гармонии? С каждым лотком гармонии больше и больше, не хочу вас. Бокал вина заменяет тренировку в спортзале. Я думаю, что мы бы лучше выпили два бокала вина, это все равно, чтобы позаниматься йогом. Сейчас мы принесем наши руки вдоль нашего сердца к намасте мудром. И что мы делаем? Мы отправим хорошую мысль к кому-то. Похоже, что и йога у Аурики вызывает приступ хохота. И как йогу невозможно сделать, как сюрприз. Поэтому я думаю, что для йоги надо настраиваться и специально идти на йогу. Вот это единственное, что мне не понравилось в сегодняшнем дне. Но это сугубо лично. Поэтому с йогой у меня не сложилось. Представьте себе, что вы виноградная лоза. Вы знаете, даже для меня это был первый экспириенс. Я никогда в жизни не занимался йогой. И я себя шикарно почувствовал. Наверняка это Настя. У нее такая хорошая энергия. И дышим. Дышим опять же осознанно. Через нос. Осознанно, что значит? Осознанно, значит, что мы дышим не автоматически, но мы дышим осознанно. Мы слушаем свое дыхание, слушаем свое тело. И что? Кто делает йога? Я слышу, слышу, слышу. Ровная ровная спина. Второй критический момент для меня была йога. Во-первых, из-за колена. Потому что для меня некоторые позы йога два месяца после операции еще, к сожалению, невозможны. Но еще и спина сегодня. Это вообще, думаю, вы что, издеваетесь? Не издеваетесь сегодня надо мной. И через ручки вот так назад. А, то есть поднимаемся? Поднимаемся. Мы поднимаемся, поднимаемся и стоим вот так. Стоим, стоим, стоим. Мужчины, мужчины. Мужчины все вниз. Вот так вниз и стоим. Мужчины. А женщины уже делают. А женщины так и стоят. Сколько останется? Дышим. Дышим. Сейчас. Поднимаемся наверх. Голубу. Голубу вверх. Голубу вверх. Собака лицом вверх. Собака лицом вверх. Белат, наверное, тренер шока. Лучше. Потому что, не знаю, я концентрировался на йогу и не смотрел вокруг. Араму же больше всего понравилась концовка занятия. Или скорее прощание с преподавателем. Да, да. Ты на вам? Давайте правильно сделать. Смотрите. Правильно сделать так. Значит, у вас сердце здесь, у меня сердце здесь. Если я вот так вот обнимаю, это получается, я вам больше даю. Если вы меня так, то берете, а если вот на сердце вот так, и сердце в сердце, сердце в сердце, вот так. Валерий также понимает, что такую возможность упускать нельзя. И сколько я буду делать? Сколько ты чувствуешь? Сколько чувствуете? Это было надо продлить, иначе сету. Тогда бы йога как-то пошла. А если сразу положили на КВР и заставили это смотреть на законцовка, с разворота, то понятно, что там смотри. Или на кого-то смотреть. Приглашаю ребята на следующий этап сегодняшней встречи. Вниз, наконец-то. На логочастничке? Идем. Вы перелись. Вниз. И изучать портфолио Паяны. Спасибо. Тебе спасибо еще раз, Настенька. Здесь, в Шато-Вартеле, каждому сорту вина индивидуальный подход. Мы даем каждому оттенку вкуса проявить свой характер. И сочетаем их так, чтобы раскрыть красоту каждого из них. Так рождается индивидуал из сильных эмоций, из глубоких знаний, из жажды индивидуальности. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Далее в нашей программе. Всем ли гостям понравятся блюда, которые будут поданы к вину? Много майонеза там было, вообще не понравилось поэтому. Какое мнение сложится у гостей о вине, которое будет предложено в винном конкурсе? И мне очень нравится это животное, рогатый скот. Виноделам не слишком понравилась бутылка, ведь она отличается от традиционной. Ну, у нас такое есть выражение, такое цыганское что-то. Во время винного конкурса Аурику вновь одолел приступ смеха. Я не специально, но это просто вот из этих армян и грузин, они просто меня, не знаю, выводят. Эмиссиона есть рекомендата де Шато Вартелий. Ион Лука – винодел из Молдавии. Арам Мачинян представляет Армению. Торники Чубенидзе занимается производством вина в Грузии. Еще Грузию представляет Аурика Кройтор. А Оксана Ткаченко – винодел из Украины. Второй представитель Молдавии в этом проекте – Калин Апроду. Вазген Хачикян занимается производством вина в Армении. Неподалеку же от Одессы живет украинский винодел Валерий Петров. Битва виноделов началась. Мы в гостях у Калина Апроду, управляющего винодельни Паяна. Он своим гостям приготовил сегодня не только развлекательную программу с сафари и занятием йогой, но и отличный ужин. Пришло время им насладиться. Музыкант, которого в честь своих гостей пригласил Калин, пришел со всевозможными молдавскими традиционными музыкальными инструментами, и в ходе вечера виноделы смогут оценить их особое звучание. Било очень мелодично и с ритмом, и так поднял настроение. Вашему вниманию представляем первое вино. Это белое вино, которое производится из традиционных сортов винограда, фитяска-альба и фитяска-регала. Друзья мои, я надеюсь, небольшой музыкальный перерыв и, так сказать, инкурсия и ваше введение в мир молдавской музыки можно считать состоявшимся. Я хочу вам презентовать наше вино 2018 года. Купаш из фитяска-альба и фитяска-регала. Кажется, мы его встречали недавно, но наверняка в иной пропорции. Именно такого характерного вкуса, в котором нужно было различать вкус дикой груши, яблок. У вас логотипом компании... Американский олень. Лось. Нет. Благородный, а? Благородный. Олень. Это не бездом. Олень. Мне показались рога. В наших виноградниках очень часто заходят газели. И поскольку мы находимся в заповеднике и в национальном парке, частенько они приходят, даже поедают виноградники с краев. И легенда говорит, что как-то давно такой, так сказать, благородный олень с большими рогами вышел и запутался в одной из лозе. Ну и убирающий урожай. Не стали, знаете, как в лучших традициях, резать его на мясо и готовить праздник деревни, а освободили. И даже дали ему еще грузить винограда. Он добежал до леса, повернулся и в благодарность как-то даже получается, что кивнул и ушел. И с тех пор ребята решили его выкалечить на бутылке. Но когда дизайнер выбирал образ, он почему-то выбрал американского олень. Ну я видел олень такого в Молдавии, вот на дороге. Так что это молдавский олень. Животное рога, то есть существенно, мне очень нравится, потому что рога это символизирует силу. А сила это как бы характеризует и вино тоже. Ром, 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 Лего. Хитрис, шоссанка. Ну что ж, вино молодое. Потестировал, если вы все это видите. Я взял еще одну сторону друзей. То есть это белое, нормальное, столовое вино, которое подходит к рыбе, допустим, таким легким закускам. Да, и как бы оно меня не впечатлило, будем говорить, да полностью. Это вино было подано с мясом кролика. Похоже, что не у всех ушастое создание ассоциируется с едой. Давай скажи мне, что это не кролик, и я его съем. Жалко. Я не могу это здесь. Не могу. У меня создалось впечатление, что она ест мясо, то есть там нет проблем с этим. Я даже не знал, что и он не ест мясо. К сожалению, не угадал. Нет, на самом деле план был о том, чтобы кролику, кролик подавался к розовому вину, или, может, даже к красу. Но я скажу так, пока у нас есть сармали на столе и кролик, все шикарно. Это первый раз, когда я сел в этот кролик, и я думаю, что больше не воду. Очень много майонеза там было, так что не понравилось. Оказалось, что вначале Калин планировал подать кролику розовое вино, но из-за волнения перепутал. Интересно, заметили ли это гости? Мне очень нравится. Это очень митенкое блюдо. И очень вкусно. Спасибо. На самом деле задумка была правильная. Должно было правильно пойти, но сервис пошел неправильно. Если бы кролика подали бы к розовому или к красному, да, это было бы правильно. Мне в этом вине очень нравится вкус, на самом деле. Он очень гармоничный, очень такой округлый. В нем такой классный баланс кислотности, кислотности, да, то есть вот и... Все 700% и сладости. И сладости, да. Я просто запнулась, почему? Ну, потому что, по сути, сладости-то нет, но она вот такая вот создает там, там, full body, да, если про белое вообще можно говорить про full body, то оно здесь, в общем-то, как бы присутствует, да, очень хорошо. Вкус прекрасный. Фитяска Регала была прекрасна. Она такая же, она такая же, вот они вот, чуть-чуть бы было вино кислее, было бы хуже. Я не понимаю, почему это должно было быть с розовым, с белым было прекрасно. Да, похоже, от этой ошибки Калин только выиграл. Коллеги по достоинству оценили сочетание вина с блюдом. Спасибо. Мне очень понравилось. Очень-очень понравилось. И радуюсь, что там нет дуба. Вот для меня было удивительно, но коллега из Грузии, который три дня подряд критикует наш эксцесс использования дуба в виноделии, он сказал, что наконец-то сегодня он выпил вино, где нет эксцесса дуба. Наконец-то сегодня он выпил достойное белое вино, которое ему шикарно понравилось. А сейчас, что немного не по правилам, Калин предлагает гостям оценить вторую бутылку вина. Его можно попробовать с мясом кролика. Ведь именно к этому блюду вначале предполагалось подать розовое вино, а также продегустировать со следующим блюдом. Это розовое полусухое вино. Кстати, именно оно со стеклянной пробкой. Друзья мои, я сдаюсь и я извиняюсь за, как бы, так сказать, отсутствие консеквентности, последовательности согласно правилам нашей игры. Я стараюсь их, значит, деликатно не обходить и не нарушать, но в то же время объясните, какая была изначальная задумка и как же так получилось. Для меня не имеет значения этот пейринг, то, что люди говорят. Это зависит от человека. Если он хочет, например, пить белое вино с шоколадом, допустим, если это нравится, допустим, так и пьет. Только вы себе можете позволить бутылку такую с пробкой стеклянной. Да нет, пробка ни при чем. Она, кстати, подходит очень хорошо и к другим бутылкам, даже к литровым. Нет, блин. Нет. Калин, покажите нам пробку. Пробка классная. Ребята первые, которые в Молдове начали использовать стеклянную пробку. Ну, стеклянная пробка, я даже могу сказать, что это где-то идеальная пробка для вина, если взять влияние, которое имеет пробка к вину, потому что в стеклянной пробке влияние ноль, абсолютно ноль. Вино, которое надо пить, когда они молодые, в течение приблизительно года. И розе в основном такой случай, поэтому в этом случае можно использовать, но я не большой фанат. Все равно стеклянная пробка, или как это называется. На самом деле мы все с вами знаем, как розе получается, да? То есть короткая выдержка, короткая мацерация, холодная мацерация, да? Ну, здесь сколько у тебя было мацерация? Мне кажется, что здесь очень совсем... Мне надо... Я бы говорил о количестве часов, но наверняка что-то около недели все-таки было, но холодное. Не-не-не-не. Думаешь, меньше будет? Не-не-не. Часы. Это нужно спросить Вадиму. Часы, да. Нужно спросить Вадиму. Я сказал, да. Но цвет, вот знаешь, как бы... Больше. Мне нравится именно вот такая вот философия розового вина. То есть не вот яркий этот цвет, именно розовый-розовый, а вот когда он, когда он находит, уходит в такой вот баланс. Ну, ладно, перейдем. Что ж? Вино розовое от Калина, от Паяны, мне очень понравилось. Вот мне нравится такой цвет. Оно достаточно сдержанное, оно очень гастрономичное. Вы знаете мою позицию, что каждый поджелудочно выбирает свое вино, и оно меня не впечатлило, честно говоря. Я к розовым винам, ну, не так у него есть ароматы или насыщенности. Два вина уже продегустированы, но впереди героев нашей программы будет ждать еще и десерт. А пока начнем наш винный конкурс. Правила битвы виноделов таковы, что приглашающая сторона, в данном случае Калин, предлагает своим гостям оценить одну бутылку вина. Остальные виноделы должны дать оценку дизайну бутылки и этикетке, вкусу и аромату вина, а также соответствие цены и качества. На суд гостей Калин представил бутылку вина «Фитяска Регала». Ее цена 6,5 евро. И заканчивай, и ты начинаешь. Вот, мне очень нравится, как бы... Колбой из солнца. Да, все. Я все сказал, да? Нет, все. Что можно сказать про вид, про этикетку? Мне очень нравится скромно, скромно и очень красиво. Я люблю скромность. И мне очень нравится это животное. Рогатый скот. Рогатый скот. Крупный рогатый скот. И как только начался винный конкурс, на аурику из Грузии снова напал приступ хохота. Похоже, это становится традицией. И просто меня, не знаю, выводят. Кстати, он тоже заразился этим. У него цвет как бы золотистого. И здесь использованы все три цвета, которые использованы. Это черное, золотистое и белое. Это все три... Что-то ты знаешь, а? Они очень хорошо синхронизируют, да? И можно сказать, что этикетка как бы отходит, да, к той жидкости, которая находится внутри него. То есть вина. Но, как оказалось, не всем виноделам нравятся такие изящные бутылки. Честно говоря, я бы ожидал больше, чем он представил. И я думаю, что он мог бы другие вина нам предоставить в качестве дегустационного, ежели то вино, которое он предоставил. И, может быть, на мою оценку повлияло и то, что там форма этой бутылки, или, может быть, этикетка, не очень мне понравилась. Вот она мне что-то напомнила какую-то водочную бутылку. Ну, честно. Или просто у меня ассоциация. Просто много таких вот, знаете, вот на полке лежит белых таких вот, рифленых там все-таки. Я думаю, что для белых вин все-таки какая-то классика. А это, ну, у нас такое сражение, такое цыганское что-то. Дамы и господа, пришло время открыть бутылку и попробовать вино. Холодистого цвета, прозрачный. Ты наш от носа уже. Вашой нос. Потому что, наверное, у меня больше опыта с фитязко-регалой. То, что точно могу сказать, сразу же можно идентифицировать фитязко-регалой. Чуть-чуть с выдержкой, но абсолютно типичная фитязко-регала. А что такое типичная фитязко-регала? Потому что, скажите, вот ароматические дескрипторы, какие там. Нет, сегодня я не скажу. Почему? Ну, сегодня он перебосков сделал. У нас много времени есть. Хорошие ароматические свойства вина. Очень много букетов экзотических фруктов, зеленых фруктов, цитрусовых. Очень приятное вино. Чуть-чуть дороже, чем я ожидал. Я, честно, не знаю цены в магазине. Но, с другой стороны, если честно, дешево продавать любой может. Если они это вино могут продать по такой, довольно-таки, хорошей цене. Я большой респект им. Ну, в принципе, вино очень хорошее, приятное на вкус. И, может быть, тонкостей так вот я не оценю. Но, в принципе, довольно-таки приятное белое вино. Очень такое закругленное вино. Нет так претензионных каких-то аспектов. И хорошее вино. Мне очень понравилось. Баллазировано. Баллазировано, да. Да, но короткие автор действий. Но что мы искали? То, что искали. Три дня. У меня было... У меня было... Конечно, мы видели то, что искали. Нам было очень приятно. Я не вижу там супер такого же, знаете, там уже от него можно там оргаз получить. Но это вот нормальное среднее вино, которое мы сделали. Но, в целом, мне это вино очень-очень понравилось. Дружба и прочее. Дружба и прочее. Спасибо Молдаве. Спасибо нашим молдавским друзьям. К десерту Калин подал сыры разных сортов и молдавское традиционное блюдо – плацинду. Сегодня это жареная лепешка с начинкой из творога, а к ней был подан мед и варенье. И так гости наслаждаются красным вином. Я повторю, есть старое румынское стихотворение. И оно звучит примерно так. С фрежита каосфынта винер, мязисо баба, Ну, к чему это стихотворение? К тому, что на самом деле красное вино для меня почему-то это вино человека, который дошел до определенной зрелости. Хотя, на самом деле, в битве виноделов наверное нам следует сражаться по белым винам. Поскольку, если хороший винодел умеет делать белое вино, красное у него по-любому получится. Красное немножко легче сделать. Да? Согласитесь? Или дискутируемые вопросы? Ну что ж, я предлагаю поосвятить этому вопросу наверняка один из следующих сюжетов в битве виноделов. Давайте ценить время, которое мы проводим вместе. Я несказанно рад, что мне довелось участвовать в этом проекте, что мне довелось вас встретить и вас посадить всех за этот стол и угостить тем, что лучшее из того, что мы пока что производим. Мне понравилось и старание Калина показывать весь спектр национального виноделия, показывать все возможности. Я предсказал, что мы, наверное, попадем в современное виноделие, ну так бы интуиция там, спинным мозгом, как говорят в Одессе, спинным мозгом чувствует блондинка. Так я вот... Так я предсказал, что мы пойдем-попадем в современное виноделие. И блондинка была. Да, и была. Но, конечно, с вас это спинной мозг вытягивало сегодня. Вино, я тебе скажу, оно и в Африке вино, но у тебя вот сегодня я заметил, что меньше здесь в красном вине дуба. Заметили, да? Это мы тоже оценили. Красное вино было холодно в сравнении с белым. Ну, понравился. Хороший вкус, балансированный был. И понравился. За вас, Ио. За вас, Кали. За те чувства, которые вы передали нам. Фантастические слова. Вас, Кир, у меня одна эмоция. Ачка твоз. Что? Свет твоим глазам. Очередная битва виноделов завершилась. И пришло время выставлять оценки. Жду объективных мнений. И, знаете, если мы где-то ошиблись, или мы где-то что-то упустили, мы будем над этим работать. За каждое вино нужно поставить оценку от 1 до 10 баллов. 1 балл самый низкий. Максимальное количество очков, которые один винодел может получить за вечер, составляет 630 очков. Тот, кто получит максимальное количество баллов, станет победителем нашего проекта и обладателем 5000 евро. Все-таки это не шоу «Прояви себя и понравься». Это шоу о том, что встреть гостей, покажи свою душу, будь искренним, борись за свое место под солнцем. Я считаю, что сегодня я свое место под солнцем зубами оторвал. Виноделы уже выставили свои оценки и Калин за проведенный вечер получил 482 очка из 630 возможных. Это означает, что и он как минимум еще одну неделю сохраняет позиции лидера. А в следующей передаче мы встретимся с украинским виноделом Валерием Петровым. Здесь, в Шато-Вартеле, каждому сорту вина индивидуальный подход. Мы даем каждому оттенку вкуса проявить свой характер и сочетаем их так, чтобы раскрыть красоту каждого из них. Так рождается индивидуум из сильных эмоций, из глубоких знаний и жажды индивидуальности. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok